Витаю, друзья, на канале Капсула Часу И сегодня у нас новая распаковка очень интересная Ну, начнем Так, отложим немножко в сторону наши артефакты и я вам буду по ходу рассказывать, почему они сегодня у нас на обзоре и как они связаны с нашей сегодняшней посылкой. Это новая посылка от Укрпошты и в ней мне приехали марки Итак, давайте посмотрим что же сегодня нам приехало А сегодня нам приехали даже, я так понимаю, еще и подарки от Укрпошты Это конверт Пес Патрон Его не было у меня в заказе Я так понимаю, что Укрпошта в честь 30-летия дарит различные подарки своим клиентам В конверте в этом оказывается есть, смотрите, что внутри уложено в конверте с Псом Патроном была вот такая марка Марка Ибуды Весна Вот, собственно говоря ей сегодня и посвящен наш выпуск Давайте взглянем Вот такой конверт приехал Вот приехали конверты спецгашения с различными штемпелями 01001 02002 Киев Видите какие Пришли два больших конверта и пришли еще открытки Вот это вот такой заказ у меня Из открыток можно, конечно, сделать карт максимум но все открытки разные Эти открытки повторяют марки на блоке Это захват аэродрома Бельбек Это давайте посмотрим Мариуполь Это Бахмут и это Харьков Свадьба при обстрелах И сегодня как раз будет очень интересный рассказ посвященный именно связи этих марок и города Николаева Я посетил мероприятие по спецдышению Мне удалось получить вот такие штемпели Видите здесь в Киеве были поставлены штемпели черного цвета В Николаеве были поставлены красного цвета штемпели И я получил автограф очень интересная история спецгешения наверное самое интересное за все время гешения марок дело в том что в Николаеве 23 февраля 2024 года проходила свадьба воина вооруженных сил Украины и вот на этой свадьбе которая проходила во дворце торжественных событий происходило мероприятие по спецгешению этой марки представьте во время мероприятия после того как молодожены обручились кольцами поставили свои подписи в акте и были поздравлены своими родственниками не выходя из зала они произвели спецгашение этой марки были поставлены штемпели и были поставлены подписи кроме этого на мероприятии присутствовал руководитель Николаевской Херсонской Укрпошты Егор Косоруков и присутствовал морпех который находился в плену под его тоже автограф на этом конверте но это еще не вся история оказалось что это мероприятие будет происходить помещение находилась общественная библиотека и вот сейчас мне бы хотелось вам немножко рассказать историю этой библиотеки в Николаеве общественная библиотека появилась 1881 году тогда городской голова Паризо де Лавалет это городской голова города Николаева в то время обратился губернатору с просьбой открыть общественную библиотеку в Николаеве тогда уже была морская библиотека и вот интересная взаимосвязь давайте посмотрим на эту марку это из Бильбека идет захват украинского аэродрома Бильбеки и потом военные вышли сюда на материковую Украину во время Крымской войны Севастопольская морская библиотека была эвакуирована в город Николаев где она позже находилась на протяжении 35 лет но это отдельная тема на этой марке мы видим процесс бракосочетания в Харькове и в Николаеве происходило бракосочетание на котором поставили штемпель спецврешения была погашена эта марка это Мариуполь Азовсталь у меня в коллекции есть вот такая открытка на открытке Николаевский базар у меня вы знаете есть интернет проект Николаевский базар где я рассказываю со своими друзьями об истории города Николаева так вот на этой открытке если мы ее перевернем на обратную сторону мы увидим что открытка прошла почту 23.07.1914 года открытка отправлена в город Мариуполь Большая Садовая улица дом 70 Лидии Ивановне Линд давайте прочитаем что писали в те времена Дорогая мама Николаев на осадном положении поезда не ходят раз в день два вагона берут всех призыва 14-го и 15-го года без всяких отсрочек на заводе работа идет и днем и ночью письмо получил только что поклоны и привет всем Борис вот такая уникальная открытка была отправлена в город Мариуполь 110 лет назад вот такая история на 4-ой марке вы видите это руки пехотинца который защищал Бахмут и вот на мероприятии присутствовал морской пехотинец который попал в плен и 365 дней находился в плену вот такая история вот такая взаимосвязь но давайте еще немножко вернемся к истории этой библиотеки и так как я сказал в 1881 году в Николаеве появилась общественная библиотека в 1893 году было решено построить отдельное здание Николаевской библиотеки городская власть выделила в декабре 1893 года участок земли на углу улицы Рождественской и Спасской вот как раз вы видите это здание а весной 1894 года то есть 130 лет назад и будет весна планировалось начать строительство этого здания и строительство этого здания было начато его строительство было завершено 27 декабря 1894 года очень интересный факт когда город подарил библиотеке участок земли под строительство член дирекции библиотеки пришел и сообщил всем членам дирекции что кто-то какой-то неизвестный меценат пожертвовал 9000 рублей на строительство нового здания это событие подтолкнуло всех для того чтобы построить новое здание сметная стоимость была 19000 рублей 9000 рублей которые пожертвовал меценат 1000 рублей были собственные средства библиотеки остальное библиотека взяла в кредит да друзья оказывается в библиотеках зарабатывали деньги в те времена читать книги в читальном зале было бесплатно а вот брать книги домой если вы хотели вы должны были платить ежегодную плату за пользование книгами и вот спустя почти год 27 декабря 1894 года строительство этого здания в Николаеве было завершено спустя несколько лет к зданию была достроена еще часть с левой стороны там располагались книга-хранилище был достроен внутри балкон здания ну в общем библиотека получилось то что нужно еще один интересный факт строительством библиотеки занималась управление Харькова Николаевской железной дороги и вновь мы возвращаемся к этой марке Харьков Николаев на марке Харьков и свадьба в Николаеве тоже свадьба Харькова Николаевская железная дорога да железная дорога была проложена из Николаева до Харькова и в Николаеве тогда же появилась первая водонапорная башня если вы думаете что это известная всем Николаевцам вот такая водонапорная башня Шуховская, то вы ошибаетесь. Первая водонапорная башня в Николаеве была вот такой. Это дореволюционная открытка и первая водонапорная башня на нашем железнодорожном вокзале. В нее воду качали из реки. Сейчас во время вот этих всех событий был перебит водовод Днепр Николаев, который подавал питьевую воду в город Николаев. И николаевцы вновь начали качать воду из лимана, соленую воду, которая просто разъедает сейчас наши все водопроводные трубы. Наша модельная мастерская выпустила вот такую модель этой башни. Это модель-копия. Если вы хотите поддержать наш канал, вы можете у нас заказать модели этих сооружений. Мы будем вам очень благодарны. Но вернемся к нашей истории. Итак, во время Второй мировой войны часть книг Николаевской общественной библиотеки попала на территорию Германии. То есть попросту была вывезена. Потом часть этих книг вернулась все-таки в город Николаев, но это уже совсем другая история. Я бы хотел вам сейчас показать пару книг, чтобы, во-первых, посмотреть на штемпель. Вот смотрите, что является паспортом книги. Паспортом книги, это, как правило, является первая страница. Итак, мы здесь видим штемпель магазина, который продал эту книгу. А после был установлен штемпель Николаевской общественной библиотеки. И по вот таким штемпелям можно определить и проследить судьбу книг. Вот есть у меня еще одна книга дореволюционная. На ней тоже на какой-то из страниц есть печать. Николаевской общественной библиотеки. Скорее всего, что во время Второй мировой войны часть книг была попросту как-то разграблена или попала в руки различных граждан города Николаева, которые позже эти книги хранили или у себя в библиотеках, или попросту продавали. Продавали, вот видите, штемпель Николаевская общественная библиотека, 1881 год. Это дата основания библиотеки. И сейчас хотелось бы еще немного поговорить и о железной дороге, а точнее о воде. Вот смотрите, есть у меня такая книга на корешке НГВ. Николаевский городской водопровод. Когда в Николаеве задумали строительство уже вот этой водонапорной башни и настоящего водопровода, а не того, который качал просто воду из реки для того, чтобы заправлять паровозы. Вот городские власти закупили для инженеров набор книг, описывающих, как устроена система водоснабжения в европейских странах. И вот на примере этой книги мне бы хотелось показать вам, вот здесь когда-то вкладывался талончик тоже. И вот очередной паспорт книг. Давайте взглянем. Здесь я поставил свой экс-либриз, потому что книга находится в моей коллекции. Вот печать. Техническая библиотека Николаевского энергокомбината. Зачеркнуто, потому что Николаевский энергокомбинат превратился, читаем, Техническая библиотека в Миколаевской электровне. Так вот называли электростанцию. А вот еще позже, смотрите, 1942 год, Здесь уже технический архив Технический архив Николаевской ГРЭС. Это когда в Николаеве построили ГРЭС, вот тогда эти книги были переданы туда. Позже их списали, и кто-то из антикваров эту книгу сохранил. Ну и позже я ее выкупил. Ну об этом, я думаю, о содержании этой книги и об истории Николаевского водопровода мы поговорим отдельно. Здесь я бы хотел заметить, что вот в здании Николаевской общественной библиотеки, вот в этом здании, такие печати ставили на книгах, вот которые я вам показывал, до 1964 года. В 1964 году библиотека переехала в новое здание на улице Мариупольской, стала областной научной библиотекой, получила в отремонтированном здании огромные книгохранилища, а это здание было передано под дворец торжественных событий. И многие семьи горожан родились именно в этом здании. Здесь свое бракосочетание, процесс бракосочетания проходил у моих родителей. Здесь я женился в 1999 году. И вот сейчас, 23 февраля 2024 года, в Николаеве проходил процесс бракосочетания и спецгышения марки. Так как уже на протяжении 60 лет в этом здании не ставили печати на книги, я решил, что было бы неплохо на одной из книг, которую я получил, поставить себе печать. Есть у меня такая вот причуда, я очень люблю книги с автографами. К сожалению, война забрала у нас вот такого человека, как Алексей Афанасьевич Водотурский. В 2022 году он был убит вместе со своей женой прямо в собственном доме ракетой, выпущенной из Российской Федерации. Так вот, в 2023 году появилась книга «Хлебный капитан Украины». Эту книгу выпустила компания «Небулон». Компания «Небулон» передала экземпляры этой книги в каждую библиотеку города бесплатно. А для тех горожан, которые хотят эту книгу себе получить, компания «Небулон» 23 января 2024 года объявила такую акцию, что если вы напишите воспоминания в фейсбуке про Алексея Афанасьевича, то книжку вы получите в подарок бесплатно. Я воспользовался. Это я специально вклеил такую вот историческую справку, как эта книга попала ко мне. Так вот, это пост из фейсбука. Я сюда вот вклеил. Это сам пост в фейсбуке, который я написал про Алексея Афанасьевича, когда мы с ним встречались. И в Николаев приезжал посол Пельгии. И вот здесь я вклеил информацию о этом событии, которое происходило в Николаеве 23 февраля 2024 года. Вот это событие. Здесь я привел фотографии, где молодая пара ставит свои автографы и печати на марки и на эту книгу. Здесь же на форзации этой книги я приклеил квитанцию от компании Небулон Андрею Шинкаренко и я планирую, что наверное я возьму сейчас я найду где эта марочка находится. Вот я вот эту марку тоже наклею вот сюда в книгу и вот у меня получится вот такая подборка. Я думаю, что для Алексея Афанасьевича самым любимым временем года была весна марка Ибуда весна потому что компания Небулон занимается выращиванием сельскохозяйственной продукции для зерновиков это весна время когда начинают сеять и вот теперь вот так у меня будет эта книга оформлена ну а вот здесь на этой страничке я поставил свой экслебриз я попросил поставить мне чтобы Укрпочта ну так как Алексей Афанасьевич не может расписаться и оставить мне автограф я попросил чтобы Укрпочта поставила свой штемпель спецгашения такой же как на марках Егор Косоруков мне подписал эту книгу эту же книгу подписал морской пехотинец который присутствовал в комиссии по спецгашению и здесь вверху мне свои автографы оставили молодежены которые расписывались в этот день в этом дворце торжественных событий в бывшей общественной библиотеке вот так спустя 60 лет в этом же здании на книге был установлен штемпель ну я думаю что лет 60 точно здесь штемпели на книгах не ставили но вот теперь штемпель поставлен и у меня в коллекции книга вот с такими раритетами но вот я думаю что на сегодня это пожалуй вся история которую я хотел вам рассказать получился такой длинный рассказ кому он понравился с вас подобай козмены наступное видео до новых зустричей до новых историй пока пока пока